Всем привет! Добро пожаловать на программирование на языке Lua в Roblox Studio. Сегодня урок 10b. Это означает, что мы продолжаем серию уроков про инструменты. И были запросы про то, как сделать открывание двери ключом. Ну вот у нас будет электронный ключ. Вы знаете, я посмотрел интернет. Там полно этих уроков про открывание ключом двери. И все одинаковые. Так что я сделаю что-то особенное сегодня. Во-первых, чтобы у вас могло быть несколько разных ключей. И разные двери открывались разными ключами, чтобы была сигнализация. Ну и чтобы кода пришлось писать поменьше. Чтобы все работало просто и легко было дублировать и переносить в другие игры. Так, ну давайте начнем. Сначала давайте сделаем инструмент. Это простая парт, простая деталька. Я взял из Toolbox'а картинку, нашел. Ничего в нем нет. Обычный парт. Вот, с наклеечкой. Так, создаем, значит, инструмент. Стартер пак. Так, не туда. Вот стартер пак. Так, инструмент Tool. Сразу переименовываем Tool наш IDCart. Сначала делаем простой вариант. Потом делаем, чтобы карточки разные работали. Так, дальше смотрим, что у меня здесь сделано. Это тоже простые детали, парты. Единственное, вот я объединил, чтобы легко было потом переносить и двигать. Дверь, два столбика рядом с ней и лампа. Лампа у нас будет еще и сигнализатором. Например, кто-то пытается войти с неправильной картой через нашу дверь. И раздвигание дверей, отодвигание, повороты я делать не буду. Тоже миллион таких видео. Если что, могу скинуть ссылочку. Или лучше посмотрите на сайте Roblox. Там детально все рассказано. Понимать ничего не надо. Единственное, может проблемы с пружинами какими-то. Но это я думаю, что все-таки сделаю урок, потому что интересно. Итак, просто детальки. И вот закреплен. Вот у меня эта конструкция объединена в модель Security Gate. Два столбика. Левая стена. Правая стена, вот эти столбики назвал. Дверь. И лампочка. Здесь есть вот ламп. Ламп мы будем... В нее поставил Spotlight. У меня есть урок про типа освещения. Так что посмотрите. Так. И мы будем этой лампой как-то управлять. И написал заготовку скрипт. Довольно большой скрипт. Но он ничего не делает, в принципе. Вот единственная есть функция, которая открывает дверь. Как мы открываем нашу дверь? Получаем ссылку на нашу дверь. Видите? На самом деле дверь это у нас скрипт parent. Дальше получаем более сложно ссылку на нашу лампочку. Причем нужно не на ламп, а вот именно на источник света. И у нас идет такой путь. Уже мы получили ссылку на нашу дверь. Вот она. Смотрим. Не внутри двери у нас источник лежит, а внутри родителя двери. Поэтому мы пишем дверь, родитель, где у нас лампочка? Правая стена, точка ламп и Spotlight. Все. Вот теперь в переменной ссылка на лампу есть. Признак для того, чтобы читеры не пробегали или не открывали по несколько человек одновременно дверь. Чтобы она потом не глючила, не мигала. Сделал переменную, которая показывает, открыта сейчас дверь или нет. В начале игры у нас, конечно, дверь закрыта. И маленькая функция, которая открывает дверь. В начале она проверяет переменную из Open. Если она уже открыта, то сразу происходит возврат из функции. Функция заканчивается. Ничего вот этого не делается после ритму. Если же она закрыта, вот как сейчас у нас False, то вот мы открываем дверь, заносим в нашу переменную True, делаем нашу дверь прозрачной совершенно. Делаем так, что через нее можно пройти. Can collide False. Включаем лампочку зеленого цвета. Ждем 5 секунд. И закрываем дверь в обратном порядке. Делаем ее непрозрачную. Делаем, что через нее проходить нельзя. И в переменную, что можно ли дверь открыта или нет, заносим переменную, что дверь закрыта. И выключаем свет. Как же я так красиво включаю-выключаю свет. Go, Off и так далее. А вот еще одна функция очень простая. Change Light. Просто я себе упростил. Вдруг я захочу еще сделать моргание лампы или еще какие-то другие управления. Или еще одну какую-нибудь лампу добавить, чтобы красиво код выглядел. Здесь все понятно. И вот какие функции можно сделать с помощью Change Light. У меня есть один параметр. How. Как менять. Alarm. Но это мы будем... Я этого еще не испытывал. Вместе с вами сделаем. Alarm зажжет красный цвет в нашем Spotlight. Когда Go, я включаю зеленый цвет. Вот здесь более зеленый. Ну и немножко R и B добавил, чтобы более светлый зеленый был. Вы можете какие угодно делать. Ну и если любой другой параметр приходит, вот например Off. У меня нигде нет сравнения с Off. Значит сработает вот этот вот пункт. В этот пункт мы просто включаем белый свет. Так. Ну и вот у нас есть заготовка, которая тоже не работает. Заготовка должна вызывать вот эту вот функцию при столкновении кого-либо, чего-либо с дверью с нашей. Ну здесь я уже поставил небольшой тест, что если происходит столкновение, то мы ищем в родительской папке того, кто с нами столкнулся, мы ищем First Child. Значит первый дочерний элемент. И вот я уже назвал так наш инструмент ID Card. Ну и здесь ID Card. Вы можете как угодно, лишь бы совпадало с названием вашей карточки. Так. Ну и еще. Если мы будем несколько ключей делать, у нас все ключи должны называться ID Card. А то вы замучаетесь здесь условия с разными названиями добавлять. Так. Ну и вот это условие. Если ID есть, то значит нашли какую-то ID Card. Если ID Card нет, например, человек просто толкнулся, рукой толкнул или ногой, то ничего не произойдет. Вот эту надпись мы уберем потом. Мы заменим на открывание двери. Пока я это еще не сделал. Так. Что же нам нужно сделать? Это я вам маленький скрипт пояснил, как работает открывание двери. Очень простой. Куча уроков примитивных по поводу дверей. Вот смотрите там, делайте красиво. У нас главное не это. У нас главное сделать различные карточки. И сделать это очень просто. Так. Ага. Берем вот этот предмет. Вот он у нас. Парт. И мы его в Tool кладем. Нужно причем деталь переименовать обязательно в Handle. В одном из следующих уроков, я думал, мы же с вами изучали недавно, кнопки на экране. И я хочу сделать так, чтобы, например, дверь открывалась. Даже не нужно доставать будет карточку, чтобы по экшн-кнопке открывалась дверь. Но только если у вас с собой есть нужная карта. Ну, посмотрим. Если будет продолжение этого урока. Так. Handle. Давайте посмотрим. Точнее, не давайте посмотрим, а давайте включим плагин. Есть у меня этот плагин или нет? Так. Плагина этого здесь нет. Ну, ладно. Хочу посмотреть, как деталь у нас держится в руке. ID-карт. На самом деле, посмотрите первый урок, ну, значит, десятый про инструменты. Там у меня указано, какой поставить плагин. Есть ссылка для того, чтобы очень легко настраивать положение инструмента или оружие в руке, чтобы все было красиво. Ну, я думаю, нам для этого урока хватит такого положения. Не будем тратить время на то, что у нас есть. Так. Отлично. Карточка есть. Давайте теперь... Я не туда нажимаю. Давайте теперь... Кстати, запускать тест игры можно по F5, не кликая мышкой. Так. Так. У нас, смотрим, у нас есть output. output пустой. Давайте берем карточку и карточкой тыкаем в дверь. О! Дверь ткнули картой ключом. Причем 11 раз, да? Уже 29. Так. Вот эти 29 тыканий ключом в дверь у нас прекрасно будут срезаны или решены с помощью вот этой переменной, которую я создал. Дверь уже открыта. Так что, если один раз мы открыли дверь, то все. Если вы еще раз там 5 раз ткнете в дверь, то ничего страшного не произойдет. Итак. Значит, у нас уже вот этот вот кусочек текста уже срабатывает. Давайте теперь попробуем просто открыть дверь тогда. Open. И этот touch, ну, open, как я назвал? Да, вот. Функция у меня open открывает дверь. Вот я ее вызвал. Так. Ну, давайте посмотрим, как все это работает. Причем с двух сторон двери это должно работать. Кстати, как сюда добавить картинку? Давайте добавим картинку. Лишняя трата, но... Так. 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 Вот. А что картинку-то? Вот, кстати, я эту, наверное, картинку использовал. А я думаю, вот что можно здесь сделать. Вот. Взять здесь и свойств вот этой наклейки. Копировать. и в наш инструмент. Где он у нас? Вот. Текстурированный. Вот сюда поставить. По-моему, должно работать. Давайте посмотрим. В квадратике должна... Да-да-да. Вот. Та же картинка. Отлично. Так. Можно выбросить. Можно взять. Итак. Подходим к двери и открываем. Дверь открылась. Сейчас должна закрыть спаун. 5 секунд. Я, наверное, карту держал в тот момент. Вот, смотрите. Давайте. Откроем и ждем. Раз. Два. Три. Четыре. О! Понятно. Дверь опять открывается. Но в любом случае она не дребезжит. Давайте посмотрим на свет. Вот зеленый цвет смелся. Зеленый это значит можно идти. Сейчас белый будет. Когда дверь закрыта. Все нормально. Ну, классно. Можно сказать, урок можно заканчивать. Но если мы его сейчас закончим, это будет клон уроков, которых там миллион штампуют. Давайте теперь сделаем проверку. И причем так, чтобы очень легко было проверять. Так, смотрите. Группа ворота и вот эти вот столбики они у меня объединены в модель. Ctrl-Z. Давайте сделаем пароль. Пароль я добавлю сразу в модель. Чтобы не внутрь там двери и так далее. Чтобы вот было очень красиво и легко. Давайте. Так. Пасворд. Почему? Нет, нужно value. value. Так. Ну и давайте пусть у нас пароли будут цифровые, типа пин-кода. Value. Целое число. Сразу переименовываем его с word. Пароль будет храниться. Ну и запомните, что в этой ячейке это как переменная, на самом деле, переменная, но созданная как бы руками. Не в скрипте, а здесь. И в ней внутри лежит value. Давайте сразу пароль какой-нибудь счастливый. У нас будет три семерки. У этих дверей пароль три семерки. Ну и давайте нашу супер карточку тоже паролем подарим. Добавляем плюс. Точнее, так, ищем value. Так. Тоже int value целое число. Переименовываем. Можно не переименовывать, но это некрасиво смотрится, конечно же. И тем более, если вы будете публиковать ваши скрипты, publish, если кто-то их там найдет, ворота и так далее, чтобы ему легко было разобраться. Так, давайте сразу в пароль. Пусть эта карточка подходит нам. Три семерки. Сделаем. И здесь пароль, и здесь. Но мы пароль нигде не проверяем. Давайте теперь попробуем. Кстати, заметили, что у нас в инструменте, в карточке никакого скрипта вообще нет. Так. Зато у нас теперь в карточке есть пароль. Он там без скрипта лежит. Скриптовый скрипт у нас вот здесь. Так. И вот здесь нужно что-то изменить. Давайте теперь толкнули карты ключей. Вот здесь будем писать условия. И вот теперь надо не запутаться. Hit. Так. Чем у нас в дверь тыкают? У нас дверь тыкают вот этим. ID карт мы уже нашли. В ID значит вот эта вот штука у нас в ID в этой ссылке. значит ID точка ID точка паспорт ID точка паспорт и не все это. Внутри паспорда у нас есть еще поле давайте сюда щелкну поле value значения равно равно так если в карточке пароль равен а теперь нужно найти пароль где у нас хранится пароль вот здесь так ссылка на дверь у нас есть ну значит нужно дверь точка родитель parent точка паспорт дур это переменную в начале вот здесь я создал помните да так дур parent паспорт value так если равен то открываем так ребята нужно нужно здесь then поставить then здесь and принты вот эти отладочные я уберу а ну то что дверь открылась мы сразу увидим давайте проверим где-то у меня ошибка пароль пароля нет так значит мы вот здесь в инструменте так это ссылка на ID а ребята мы же не тулом извините тыкаем это ссылка значит на handle да 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 вот мы здесь искали мы parent здесь подставляли значит мы детали уже ткнули тул на самом деле это не существует тул он как бы виртуальный это вот квадратик у нас нарисованы инструмента на экране вот здесь а вот эта вот деталька которую с ID карты я рисовал на самом деле мы ей тыкаем так значит нужно добавить здесь вот еще раз parent мы как бы узнали что мы ткнули деталью возвращаемся на родителя вот сюда ID карты и потом в родители уже берем вот этот пароль так да что ж такое да и торкнули карты о говорит дверь торкнули но тем не менее тем не менее где-то я запутался давайте смотреть нет все-таки я точно правильно password password все-таки наверное не парен здесь ой ребята я штук ну уже в ID получили ссылку ID вот на наш ID карт никаких парентов не надо ID password value все кстати пароль двери мы тоже вначале могли в какую-нибудь переменную паспорт получить отлично все сработало так ну давайте теперь сделаем фальшивую фальшивый ключ как теперь делать фальшивый ключ встаем сюда нажимаем ctrl d или давайте тем кому непонятно ctrl d дублировать нажимаем правую кнопку без дублирования так вот duplicate ctrl d еще один ключ у меня есть но у него пароль точно такой же так свойства опять смотрим давайте у этого сделаем пароль дьявольский 666 а как отличать нам эти инструменты а очень просто у нас у каждого инструмента у каждого тула во-первых можно разные картинки сделать но у нас картинки секретных агентов одинаковы давайте мы сделаем вот так здесь есть tooltip над выбранным инструментом будет этот текст показываться здесь у нас 777 а у фальшивой будет 666 кстати можно считывать можно пароль наверное тогда и не добавлять можно из tooltip сравнивать с этим числом но на самом деле в tooltip там можно вдруг вы хотите сделать действительно фальшивые карточки чтобы они выглядели одинаково тогда все правильно пользуемся int value так подводим здесь 66 давайте попробуем фальшивой карточкой и токнули карты ключом и все и ничего так ребята я хочу чтобы сирена не сирена а лампа включилась так как проверять ага нужно просто нужно еще одно условие сделать else как бы ну карточкой мы точно толкнули дверь толкнули карты не 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 здесь так давайте я это уже закомментирую не нужен нам этот текст вот так вот здесь else ну и давайте чтобы красиво выглядел код наш код здесь открыть а здесь сигнализацию включаем так открытие у нас вот как давайте скопируем аларн на открытие двери давайте мы дверь сразу закроем вот как вот так мы дверь захлопнем если она была открыта если кто-то попытается пробежать через проем с карточкой хотя это не честно давайте ладно не будем это делать не будем трогать нашу дверь так первых да видите у меня вот alarm и здесь alarm так ну и наверное если мы хотим чтобы спустя например 10 секунд alarm этот прекратился wait 10 а здесь мы сделаем хороший код если у нас дверь все уже открыто ну например была сигнализация alarm мы дверь не блокируем но вы можете сделать по-другому конечно так если у нас дверь включила сигнализация но при этом кто-то дверь открыл чтобы мы не выключали чтобы мы вот эту штуку не делали дверь и свет выключится уже с помощью той функции открытия двери кто-то открыл дверь и через 5 секунд сам свет выключится и так далее так ну все давайте пробовать давайте сначала фальшивый включился красный свет ждем 10 секунд 1 2 3 4 5 6 7 можно донатики слать можно лайки ставить отлично подписывать пробуем открыть ну что все отлично очень простой код его можно еще проще сделать подумайте где вы можете сделать такие двери это как-то скучновато что еще можно сделать можно ли сделать например какую-нибудь специальную айди карточку админа который будет проходить через все двери вот ну все на этом урок заканчиваем 10b ставим лайки подписываемся колокольчик друзьям говорим темы можем заказывать с донатами вот по плану у нас продолжение действий в каком-то контексте ну и инструменты будем потихонечку продолжать пока